Мостбет поможет поднять монет. Мостбет знает успех и секрет. Я дам тебе совет. Делай ставки на Мостбет. Станешь богаче, быстрее, чем закончится кутет. Мостбет поможет поднять монет. Друзья, я думаю 15 секунд у нас рекламная пауза. Очень даже зажигательная получается. Все те, кто ставят ставки на спорт, букмекерская компания Мостбет. Ссылки ждут вас в описании. Друзья, всем привет! Сегодня довольно-таки ветреная погода, но я надеюсь наш проводной микрофон справится. О чем у нас сегодня будет речь? На дворе 2018 год. В конце года приедет новый Lexus ES. У нас появилась хорошая возможность заснять ES200 в базовой комплектации. Автомобиль был куплен в 2017 году, выпуск его же в 2016 года, за 1 миллион 800 тысяч рублей на личный расчет. При этом была сделана каска на автомобиль на 2 человека 120 тысяч рублей. На сегодняшний день такой автомобиль новый у официального дилера стоит порядка 2 миллионов 200 тысяч рублей. Непосредственно японская сборка. Так давайте посмотрим, что же нас встретит за 2 миллиона 200 тысяч рублей, если мы пойдем покупать с вами новый Lexus ES200. Я бы назвал автомобиль довольно-таки спорным и противоречивым. Ну почему? Всегда, когда мы снимаем автомобиль, и речь заходит про какой-то автомобиль ценой выше 2 миллиона рублей, ну допустим, была новая Camry у нас, либо иной другой автомобиль, всегда говорят, блин, да за такие деньги уж лучше взять Lexus ES. И что же мы получим за 2 миллиона 200 тысяч рублей в базовой версии? Ну, во-первых, понятное дело, все начинается с внешнего вида. Ну, гляньте на него. Вот на сегодняшний день он до сих пор актуален, я считаю. Вот эта вот просто морда, она выделяется, смотрится. Она не кричащая. Нельзя сказать то, что ты едешь на этой тачке, и все на тебя смотрят. Нет. Но в тот же момент скучно эту машину 100% не назвать. Своя изюминка у него есть. Вот если подойти поближе, что нас встретит? Оптика. Ближний свет у нас идет диодный, дальний свет у нас идет галогенка. Если вы захотите и ближний, и дальний диодный, то, как правило, опять же, нужно купить комплектацию побогаче, подороже на 300 тысяч рублей. Но она уже того не стоит. Потому что те функции, которые появятся в автомобиле на эти 300 тысяч рублей, в реале потянут на тысяч на 60-80. Непосредственно у нашего автомобиля пробег 22 тысячи километров. Цвет белой перламутра. Вот если пробежаться по автомобилю по кругу, глако-красочное покрытие находится в идеальном состоянии. За автомобилем следят, эксплуатируют его аккуратно. Вот если подойти поближе, отмечу, что капот у нас затянут пленкой, и бампер передний тоже пленкой затянут. Вот посмотрите, что происходит. Многие вкладываются, защищают. Но вот такая вот фигня неприятная. Вот грязь начала попадать под пленку. То есть некрасиво, да? Что делать? Нужно по-хорошему опять-таки ехать, все это снимать, переклеивать. Не забывайте о том, что пленка защищает также от ультрафиолетовых лучей. Соответственно, если ее вообще снять, то вот цвет автомобиля может отличаться. Остальные части детали выгорят, а передняя часть теперь будет более свежая. Но не суть важна, потому что, как правило, никто это снимать не будет. За что еще все любят Lexus? Ну, конечно же, это марка. Это марка премиальная, звучит симпатично, так, знаешь, богато. Lexus. На чем ты приехал? На Lexus, да? Ну, согласитесь. И вот за это название и за этот шильдик вам, естественно, придется доплатить. И, возможно, кто-то скажет, но Lexus, он всегда лучше, это вообще совсем другой автомобиль. Да, но у него есть свои плюсы-минусы, у него есть схожие черты очень большие с Toyota и Camry, потому что, по сути, автомобиль построен на схожей платформе с TNGA. Давайте откроем капот и посмотрим, что нас встречает непосредственно в нашей версии. Естественно, Lexus. Но, по сути, что это такое? Это тот же самый двигатель, двухлитровый на 150 сил, который стоит в Toyota Camry. Непосредственно, помните, вот мы делали заезд с Camry 2 литра? Это вот он и есть. Работает он в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Все то же самое. Но двигатель и коробка настроены немного иначе. Вот на Camry ты едешь, если ты нажимаешь на педаль, он более плавно разгоняется. То здесь, как бы, отдача на педаль гораздо острее чувствуется. Особенно, если говорить про версию с двух с половиной литровым мотором. Вес автомобиля по документам 1615 килограмм, заявленный 1575 килограмм. При этом всем разгон у автомобиля 11,6 секунд до сотни. Это заявлено. В реале, я думаю, на двоих это здесь будет разгон порядка 12 секунд. И что же можно сказать? Ну, конечно же, это овощная версия. И что удивительно, подвеска стоит здесь независимая, типа Макферсон, как спереди и сзади. И автомобиль реально хорошо собран. Я уже на нем покатался. В городе, ну, понятное дело, вопросов нет. Даже на большой скорости как разгоняешься, влево-вправо, он реально хорошо держит дорогу. Он не такой в валке, как Toyota. И в тот же самый момент, в общем, на нем можно бы как бы и вальнуть с одной стороны. А с другой стороны, ну, что мы можем просить от двигателя 2 литра? Самое главное, конечно же, за что все его любят, надежность. И с одной стороны, вот здесь можно сказать, молодцы, ставите надежный двигатель, то есть ты будешь кататься. Нарекания на этот автомобиль по технической части вот вообще нулевые. То есть такого, чтобы у кого-то что-то ломалось, это знаешь, в виде исключения, в виде заводского брака. То есть реально машина до 200 тысяч километров будет тебя только радовать. Своевременное обслуживание, каждые 10 тысяч. Техническое обслуживание здесь стоит порядка 15 тысяч рублей. Ну, в общем, все зависит от разных факторов, в какую-то вот, то есть где-то подешевле, подороже. Ну вот нет никаких турбин, нет никаких там инновационных технологий. Соответственно, ты покупаешь машину и знаешь, что на ней проблем не будет. В 2018 году, в конце этого года, появится новый Lexus, где точно такой же будет двигатель идти в двухлитровой версии. Вот с версии 2.5 начнутся изменения. Уже будет другая коробка, другой двигатель. Версия 3.5 литра, то же самое, все будет другое. Об этом мы поговорим потом, когда он приедет. На секундочку отмечу, что в России у нас 200-250, это самые продаваемые версии. В других странах, например, в Арабских Эмиратах были, там берут только 350. Когда мы снимали Toyota, вот эти части, например, всякие пластиковые заглушки, все очень сильно громыхало. Здесь же это как бы собрано так, знаешь, ну, в общем, получше что ли. Вот эта подушка, то же самое, она более толстая. Но в тот же самый момент, тоже она гуляет. В общем, к чему-то придраться можно. Вот он в 100 раз лучше по шумке. Да, он лучше по шумке, чем седаны D-класса, потому что эту машину полноценно можно назвать E-классом, бизнес-седаном. Но в тот же самый момент, если ее разобрать, шумоизоляция, здесь все равно будет не хватать. И купить этот автомобиль, сделать дополнительную шумоизоляцию, будет только на руку. Двигатель, нам всем давным-давно известно, никаких технологичных наворотов в нем нету. Готов он питаться, начиная с 92-го бензина, ну, как заявляет сам производитель. Тем не менее, владельцы его заправляют в 95-м экта. Средний расход примерно по городу в смешанном цикле составляет в районе 10 литров. Понятное дело, что если выехать на трассу, он будет поменьше, если толкаться целыми днями в пробках, он будет побольше. В автомобиле также установлена система старт-стоп. Большего здесь добавить нечего. Вот подчеркиваю, нареканий особых нету, каких-то поломок частых нету. Есть двигатель 2,5, есть двигатель 3,5 литра, но эти автомобили будут стоить гораздо дороже, под 3 миллиона рублей, а то и выше. Вот обратите внимание на крыло и на бампер. Вот если посмотреть, не знаю, будет заметно это на камере или нет, но вживую видно, что цвет прям отличается, что вот этот больше такая в желтизну дает, потому что есть пленка. Колеса у нас тут 17-е, 215 на 55, вот идеальный вариант для этого автомобиля, больше сюда колеса ставить не нужно. Мы уже тестировали его, катались там по легкой грунтовочке, реально глотать дорогу. Вот действительно, город с разбитой дорогой, со стыками. Вот эта машина очень комфортная. Ставить сюда 19-е, колеса 18-е нет никакого смысла, красота здесь не нужна, здесь в первую очередь важен комфорт. Клирунс у автомобиля 151 миллиметр, с одной стороны, можно сказать, то, что маловато, но с другой стороны, для города хватает, на многих автомобилях он и того ниже. На новой камере 150, на Mazda 6 165 миллиметров, ну и у конкурентов плюс-минус в этом же диапазоне. В зеркалах повторители, здесь снизу стоит свет, то есть открываете в вечернее время автомобиль, будет светиться, безключевой доступ, двери тяжелые, в этом есть большой плюс, то, что закрываешь дверь, закрывается солидно. Но если посильнее ударить, естественно, там нижняя часть также будет себя гулять, разобрать дверную карту, вот многие говорят, вот в Лексусе, шумки, вот так, разобрать дверную карту, здесь тоже будет вот такая маленькая пихка, но в целом автомобиль действительно тише, до этого мы дойдем чуть позже. Покажи, пожалуйста, интерьер, вот кратенько, что нас встречает с базовой версией кожи, кожа, естественно, там не самая лучшая, но уже она есть. Вставки у нас тут под глянец, в более дорогих версиях там будут различного рода дерева и так далее. Вот эту часть обязательно покажи, вот она глянцевая, но посмотрите, в каком она состоянии, она как новая, никаких царапин не заметно, что говорит нам о том, что автомобиль действительно эксплуатируется очень бережно. Не будем далеко отходить, присаживаясь в автомобиль, уже настроил все под себя, очень мягкие кресла, то есть садишься реально комфортно. Ножной стояночный тормоз, это вот выходки Тойоты, по-любому какой-нибудь там дизайнер, маркетолог, инженер сказал, давайте оставим, покажи, пожалуйста, толщину стекол. Стекла не двойные, но они действительно толстые, вот мы сейчас передвигаемся по городу, разгонялись там до 100 километров, ветер дует, тут от них шума особого нету. Несмотря на то, что это базовая версия, уже идет электрорегулировка управления рулем, в общем-то машина укомплектована неплохо, у нас есть люк, он не электронный, но вот эта шторка, но тем не менее он уже есть. Lexus, Lexus это премиальный автомобиль, богатая отделка, там дорогие материалы, по факту та же самая строчка нас встречает на панели, псевдо строчка, то есть кожа здесь ничего не обтянуто, это просто пластик идет, хотя сделано очень хорошо, прям похоже реально на кожу. Здесь у нас идет дешевый пластик, такой, знаешь, скажем так бытовой, но он реально хорош тем, что он износостойкий, износостойкий, по приборной панели, та же самая Toyota, все узнается, ничего другого нету, и самый большой косяк этого автомобиля по интерьеру, это мультимедиа. Вот за мультимедиу, реально прям можно ремень снимать и пороть этот автомобиль, потому что в 2015 году поставить на Lexus такую дешманскую мультимедиу, которая постоянно тормозит, которая вообще ничего толком нет, эта синяя подсветка, ну вроде бы симпатичная, но вот именно тормоза, и она пустая. В ней нет навигации, да она здесь нафиг не нужна, потому что навигация от Lexus в более таких простых версиях это ни о чем. В 2018 году в конце выходит более продвинутая версия, там естественно будет шик, изыск, но опять же, шик, изыск, будет доступен в очень дорогих комплектациях. По сути, наш автомобиль оснащен всем самым необходимым. Единственное, чего здесь не хватает в повседневной эксплуатации, это камера заднего вида, за 25 тысяч рублей ее можно установить непосредственно у официального дилера. На стороне это будет естественно сделать дешевле. Сенсорная подсветка, подочечника у нас тут нету, что на мой взгляд не хватает непосредственно этому автомобилю. Ну в первую очередь, конечно же, хорошей мультимедией с хорошей навигацией. Не хватает камеры, ну как минимум заднего вида, не хватает подогрева руля и не хватает простых вещей в виде, например, датчика дождя. Здесь этого нету, все это будет доступно в более дорогих комплектациях, но по сути, присаживаясь сюда, все самое необходимое для передвижения здесь есть. Общая архитектура приятная, нету никаких посторонних писков. Спасибо большое японцам за сборку. Ты посмотри, стоит как влетаю, просто вот двумя руками шатаю, ничего не ходит. То есть, куда нажимаешь, никаких писков нету, все мягенькое, сиденье приятное. В общем-то, в этом плане можно поставить жирный плюс. Бак у нашего автомобиля 65 литров. Многие покупают данные автомобили для того, чтобы передвигаться на них сзади. И вот давайте я присяду сам за собой, сиденье настроено под меня, и я вам скажу, что действительно здесь комфортно. Вот обратите внимание, кресло у нас стоит детское. Если переднее сиденье это двинуть вперед, ребенку будет сидеть здесь 100% комфортно. Покажи, пожалуйста, подлокотник. Вот он массивный, действительно, то есть все, вот подлокотник, так подлокотник, кофе поставил, тут книжки различные лежат. Едешь куда-то, путешествуешь, не знаю, по городу передвигаешься, ребенку там сказки читаешь. Единственный минус, значимый для меня, что сиденье сложить нельзя. А все почему? Ну, типа, знаешь, премиальный автомобиль, бизнес-класс, зачем тебе складывать сиденье? Вот сюда задавался вопросом, вот если я директор, то какого фига, какой-то там инженер где-то принимает решение за меня. Буду я складывать, не буду. Должна функция быть, захочу, сложу, не надо будет, не буду складывать. И действительно, очень удобный диван. Если бы у меня был такой автомобиль, я бы сидел бы вот на этом месте, сиденье откатил бы вперед. Вот идеальный вариант, чтобы оператор наш сдал на права, это была бы сказка. Вообще, прям с большим удовольствием бы ездил бы на этой тачке, только сзади там, монтировал бы видосик, что-нибудь писал бы там, знаешь, работал. А так, посадка-высадка реально удобная. И вот переходя к задней части автомобиля, очень часто бывает так, что спереди машина классная, а сзади чего-то не хватает. А вот здесь, собственно, я не могу про это сказать. Действительно, сочетается и перед, и зад. Классные задние фонари. Вот этот спойлер добавляет какой-то своей изюминки. Парктроники есть. Вот обрати внимание, как сделана труба выхлопная. Она просто спрятана вниз. То есть, нет никаких выступов, как это сделано прямо на Тойоте. То есть, все, очень даже симпатично. Жопа прямо вот действительно смотрится. Открываем багажник. Здесь нас встречает 460 литров. А все остальное по багажнику то же самое, как у всех. Вот если поднять коврик, такая же полочка, тоненькая, как и в Камре. Вот эти части намного солиднее сделаны. То есть, там они прям совсем пластиковые. Здесь они помягче. Но вот какой-то шумоизоляции там багажника нас, естественно, не встречает. Запасное колесо лежит, инструменты есть. А так, изысков ноль. Здесь маленький лючок для того, чтобы ты мог положить лыжи. Все. Это вот все, что тебе дают. Вот мы обошлись с вами автомобиль по кругу. Друзья, вы мне иногда говорите, ну выскажи свое мнение, как вот ты видишь автомобиль. Вот что я хочу сказать. Вот есть Toyota Camry. К чему я это? И вот есть Lexus. Почему-то Toyota все время пытается из Камри сделать там бизнес-класс. Хотя вот, одна и та же компания, по сути. Одного папы, так сказать, деньги. Вот, есть отличный вариант, который можно было бы позиционировать, как бизнес. Она говорит, ребята, хотите ездить сзади, хотите ездить с комфортом, берите Lexus, тем более ценник стартует 2,200. А вот именно Камри сделать как автомобиль более управляемый, автомобиль больше для водителя. С Камри 3.5 выкинуть нахрен это электродиван задний. Убрать все эти шторки, убрать этот пульт управления, который по сути там не нужен. Сделать ее подешевле, но чтобы она ехала, чтобы она была более агрессивная. А вот Lexus как раз таки сделает как автомобиль для либо пассажира, либо для водителя, который никуда не хочет торопиться, которому двигателя 2.5 литра будет хватать с головой. Естественно, у нас есть очень богатые люди в стране, которые готовы доплатить там 500 тысяч рублей за более дорогую комплектацию с двигателем на 3.5 литра. Давайте отправимся с вами на тест-драйв и я с вами поделюсь общими впечатлениями от управления данным автомобилем. Выезжаем в город, едем в собственно стандартном режиме. Все лежачие полицейские, все мелкие неровности, стыки, железнодорожные пути автомобиль глотает. Естественно, если на какой-то скорости влететь в них, удар будет, но все зависит от вашей эксплуатации. Вот обратите внимание, когда я жму на газ, я жму в нормальном режиме, то есть я не пытаюсь его вдавливать, но стоит не чуть сильнее нажать на педаль газа, он сразу бросает ниже, пониже передачу и машина начинает разгоняться. Вот держу скорость 60, летняя резина, в принципе хорошая дорога, выключена музыка, шум идет только от колес, как везде, то есть дополнительно шумку арок все равно можно сделать, хотя люди отмечают, кто делал, например, ставил себе ксенон в противотуманке, разбирали, идет в арках, шумка есть, сделана в принципе качественно. Вот самое главное, вот здесь сверху, вот от стекола нет никакого шума, то есть ты едешь комфортно, удобное сидение, очень хорошая эргономика, вот я сел, подлокотник большой, положила руку на селектор передач, все, руль, информативная, смотри, левее, правее, он сразу за машиной уходит, то есть машина как бы собрана, реально, то есть раз-раз, погоняться на ней можно, но единственное, не хватает просто мощи, вот о чем я говорю, вот мы едем 50, газку в пол, и ничего вообще не происходит, вообще ничего, очень вялый разгон, вот реально, если мы со 100 сейчас нажмем в пол, ну это вообще смех, то есть это знаешь, автомобиль из серии, ты нажал газ в пол, он как бы разгоняется, ты знаешь, что он сможет разогнаться в 200, но в целом просто сидишь ждешь, есть конечно возможности выбрать режимы управления, спортивные, экономичные, но вы сами прекрасно понимаете, что от этого по сути ничего не изменится, в спортивном режиме просто она будет реветь посильнее, будет держать пониже передач, то есть ну в 20 до 60 там какой-то рывок будет, но в целом не для этого покупают вот именно такие комплектации, именно в таком сочетании с двухлитровым мотором, это как раз таки, когда у тебя сзади сидит ребенок, ты его посадил, отвез его в школу, после этого съездил, закупил продуктов, ну это как, знаешь, для жены, например, машина хорошая, и очень часто, передвигаясь по Москве, именно такие ситуации вижу, когда из этих автомобилей с заднего сидения выходят женщины, мужчины взрослые, то есть водитель, ну вы понимаете, более такая богатая, роскошная жизнь, когда тебе S-класс слишком дорого, а вот ES за 2 200, нормально, но что смешно, когда вы включаете режим спорт, то у вас на приборной панели в одном месте такая маленькая-маленькая красная пимпочка, скажем так, загорается, типа, О, все, спорт. Что происходит? Ничего не происходит, как и сказал. По сути, все те же самые ощущения. Выйти на обгон, ну, знак разрешающий есть, газку в пол, пошел. Дорога как раз здесь у нас сейчас колейная, вот левее, правее машина держит ее. Опять же, смотрите, 120 километров мы едем, шум-то есть. Вот именно от колес такой уже достаточно сильный получается. И то есть прям такой, какой-то уникальный звукоизоляции нету. Ты едешь, все равно шумновато в автомобиле. До 100 километров нормально. Свыше 100 уже не то. Очень хорошее сочетание мягкости и управляемости. Вот на этом прям делаю уклон, передвигаясь по стыкам, повторюсь, он их глотает. Но в тот же самый момент машина такая собранная. Никакая она не валка, нет такого, как у нас дискомфорт. Она очень хорошо стоит. Вот единственное, не хватает, конечно, мощи. Хотя бы 2,5 литра, вот 3,5, это прям вообще шоколад. Тормоза на автомобиле, как и на всех японцах, в принципе, мягкие, дисковые, вентилируемые, передние, задние, обычные дисковые. Износ колодок сейчас 10%, вот 21 тысяча пробег, 200 километров. Вот недавно машина была на техническом обслуживании, человеку 10% износ. О чем он говорит? Потому что никто на ней не гоняет. Плавный разгон, плавное торможение, все. И вот как раз таки вот для такого передвижения это автомобиль и предусмотрен. Вот представьте, сейчас мы едем с вами, я за рулем, несколько человек сзади, один спереди. Мы едем, у нас работает климат-контроль, включена музыка, приятная мы играет, общаемся, обсуждаем. Едем, допустим, в Питер, как академику, брать интервью. И получаем себе от этого большое удовольствие. В таком режиме расход автомобиля по трассе, я думаю, будет в районе 8-9 литров. Машина как раз для тех, у кого все нормально. Знаешь, вот в жизни не надо никому ничего доказывать, ты уже везде успел куда надо, сел, отправился, там передвигаешься по приятным хлопотам, типа там одежда поехать купить, продукт, с друзьями встретиться. Особенно, когда речь о большом городе типа Москва, где постоянные пробки, гнаться некуда. Самое главное, когда у тебя есть второй автомобиль более мощный. Стоит там у тебя какая-нибудь Бэха, Мочка, и ты получаешь удовольствие, зная, что если захотелось сжигануть, то тебе есть на чем это сделать. Самое время делать выводы. Бизнес-класс, японская сборка, в принципе, достойная комплектация. Чего же не хватает? Более мощного мотора, более богатой комплектации в виде хорошей мультимеди, кругового обзора, в общем, таких фишек и плюшек, к которым мы на сегодняшний день уже привыкли. Как автолюбитель я давно слежу за этим автомобилем. С точки зрения надежности оценка 5 баллов. Если взять его или же рассмотреть какого-то другого немца бизнес-класса, с учетом того, что вы хотите поесть на автомобиле 3-5 лет и накатать 1200, ну, естественно, Lexus будет номер один в этом плане. Это японская сборка, за это тоже можно поставить большой плюс. Что из минусов? Можно придраться, опять же, к шумоизоляции, можно все-таки придраться к отделочным материалам по салону, если мы говорим за базовую версию. Да, он дохлый, но, пожалуйста, доплати себе, возьми помощнее мотор. Он реально хорошо держит дорогу, он сбитый, эта машина прям вот. Ты влево-вправо заходишь, хорошие эмоции от управления. В общем, я приглашаю всех вас в комментарии, высказывайте ваше мнение, что вы думаете по поводу Lexus и S200. И чтобы вы рассмотрели в качестве альтернативного варианта, если речь идет 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый автомобиль, либо же вторичка годовалая с пробегом не более 30-40 тысяч и ценой 1 миллион 700 тире 2 миллиона рублей. Друзья, ну а у нас на этом все. Четвертый видеоролик за эту неделю. Стараемся, набираем обороты. Обязательно подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм-канал. Там всегда выходят только анонсы предстоящих видеосъемок. У меня на этом все. До новых встреч. Всем пока-пока.